Дорогие мои зрители, подписчики и гости канала, всем добрый день! С приближением весеннего равноденствия 20 марта 2024 года нас с вами ожидает не просто смена сезонов, но и мощное астрологическое и энергетическое событие, когда день равен ночи, символизируя баланс и гармонию не только в природе, но и внутри каждого из нас. Об этом мы и поговорим в видео, пожалуйста, ставим лайк для энергообмена, а после просмотра делимся впечатлениями в комментариях. Мне это важно, Вселенной тоже. 20 марта мы с вами вступаем в особенный период времени, когда природа пробуждается от зимнего сна, обновление ощущается в воздухе, и мы с вами получаем уникальную возможность заложить основу для новых начинаний. Это время, когда день и ночь находятся в равновесии, напоминая нам о важности баланса в нашей жизни. Весеннее равноденствие – это не только астрономическое, но и глубоко символическое событие, отмечаемое многими культурами, как начало Нового года – Навруз. Этот период выделяется особенной энергией возрождения и инноваций. Он каждому из нас предлагает огромный шанс закрыть старые главы нашей жизни, открыть новые, наполненные свежими идеями, проектами. Весеннее равноденствие, наступающее 20 марта 2024 года в 6 часов 6 минут, является не только астрономическим моментом равенства дня и ночи, но и очень мощным порталом для духовного и личностного роста. Этот день отмечает начало астрологического Нового года и приглашает нас к обновлению и самопознанию. В этом году это время обретает особое значение из-за предстоящего коридора затмений, делая каждое наше действие и каждую нашу мысль кармически значимыми. Весеннее равноденствие символизирует баланс и гармонию, напоминает нам о необходимости находить равновесие в собственной жизни. Этот день открывает двери к новым начинаниям, дает шанс избавиться от устаревших убеждений, эмоционального багажа, а также задает новое направление для роста и развития. В этот период взаимоотношения становятся ключевым фокусом нашего внимания, давая возможность глубокому осмыслению и возможности укрепления даже самых крепких союзов. Это время, чтобы извлечь ценные уроки и взглянуть под новым углом на связи, которые нас объединяют, останавливаясь перед принятием каких-то поспешных решений, мы открываем дверь к более осознанному и гармоничному пути взаимодействия. Как же подготовиться к весеннему равноденствию? Безусловно, начать следует с генеральной уборки вашего дома. Освободите пространство от всего того, что больше не служит вам, создавая место для новых энергий, новых возможностей. Обязательно посвятите время размышлениям о том, что же вы хотите изменить или добиться в предстоящем году. Медитация поможет углубить ваше понимание себя и своих истинных желаний. Обязательно запишите свои цели и желания на бумаге. Будьте как можно более конкретными, точными и искренними в своих намерениях. Видео «Как правильно загадывать желания» есть на канале, все подробно рассказываю, подсказочка появилась здесь. Кстати, в этот день прописать эти 108 желаний будет великолепно. Весеннее равноденствие – идеальное время для очищения, задания новых намерений, конечно же, благодарности. Это время предлагает нам возможность освободиться от прошлого, делать шаги к реализации мечт. Но чтобы эти изменения были максимально эффективны, очень важно подкрепить их проверенными практиками и ритуалами. В этом контексте хочется напомнить вам, обратить ваше внимание на гайд с практиками на каждый день от меня, который предлагает комплексный подход к использованию лунных циклов для достижения гармонии и осознанности в жизни. В гайде вы найдете бесчисленное множество ритуалов, практик, помогающих улучшить качество вашей жизни, а также целый раздел, посвященный ключевым точкам года, включая весеннее равноденствие. Этот очень глубокий и исчерпывающий ресурс станет вашим надежным путеводителем не только в праздновании и использовании энергии ключевых точек года, но и каждый день. Ссылка на гайд в описании к видео, шапке профиля и вот здесь подсказка. Ну а впереди нас ждет калидор затмений. После весеннего равноденствия нас ожидает коридор затмений, который усилит кармическую значимость наших действий, мыслей. В это время особенно важно быть осознанными, избегать каких-то импульсивных решений и поступков, которые могут иметь долгосрочные последствия. Федическая астрология и учения предлагают нам инструменты для навигации в этих энергиях, помогая извлечь максимум пользы из предстоящих изменений. Я уже записала для вас видео, переходите, смотрите, подсказочка появилась. И, конечно же, благодарность – ключ к исполнению желаний. А в день весеннего равноденствия особенно важно практиковать благодарность. Благодарите Вселенную, природу, близких за все хорошее, что у вас есть, за все, что хорошее с вами происходит. Когда вы благодарите, вы усиливаете позитивные энергии и способствуете исполнению своих желаний. На моем YouTube-канале вы найдете видео о том, как благодарность может стать вашим ключом к исполнению желаний, а также рекомендации по работе с энергиями затмений, как я уже сказала, также рекомендую посмотреть. А все ссылки я обязательно продублирую в описании или в комментариях. Равноденствие – идеальное время для проведения различных ритуалов на очищение, защиту, привлечение благополучия. Предлагаю вам провести ритуал со свечой на желание. Запишите заветное желание на листок, скатайте в трубочку и зажгите от свечи с одной стороны и произнесите заклинание. Все то заветное, что в душе моей, что в душе моей, то в огне. Все то, что в огне, то пламя поглотит. Все, что пламя поглотит, то в космос пойдет. Все, что в космос пойдет, то до высших сил дойдет, а от них назад придет воплощенное. Пусть идет, исполняется, сбывается, да будет так. Отправляю тем самым ваши желания во Вселенную. Практика с лавром на запуск желания. Напишите желание на листе лавра, подождите его от свечи и когда догорит, пепел развейте по ветру, представляя реализацию вашей мечты. Конечно же, используйте солнечную энергию. Выложите на окно все свои талисманы, амулеты, кошельки с деньгами и другие предметы для зарядки солнечной энергии. Тетради с желанием тоже можно. Еще один ритуал с лавром, но уже для защиты дома, положите листики лавра под коврик у входа в ваш дом для привлечения удачи и защиты. Очень важно поддерживать легкое и приподнятое настроение в течение всего дня, подходя к делам с удовольствием, с открытостью. А эти простые ритуалы помогут вам достичь новых целей и воплотить желаемое. В эти магически задержанные дни с 19 по 22 марта вы закладываете основу для своего благополучного будущего и активно участвуете в создании своей прекрасной жизни. Помните, правильно прожив эти дни, вы сможете направить свою судьбу в желаемое русло и открыть для себя новые горизонты. Встречайте, мои дорогие, день весеннего равноденствия с благодарностью, готовностью к обновлению и, конечно же, верой в свои силы. В заключении хочется сказать, что весеннее равноденствие дарит нам возможность для личного возрождения и очень глубокой трансформации. Используйте энергии этого магического времени, освобождайтесь от прошлого, вносите ясность в свои желания, намерения, а также закладывайте основу для благополучного и гармоничного будущего. Помните, что каждый шаг, предпринятый с осознанностью, с благодарностью, приближает вас к жизни вашей мечты. Чуть не забыла, в момент Х загадайте свое заветное желание. Ну а у меня на этом все, мои дорогие, ставьте класс, если видео было полезным, делитесь видео с друзьями, а я вас обнимаю, всем классного дня!